Здесь мы живем. Позвонил в объединение, узнал условия, все устроил. Ни зарплаты, условий для проживания нет. Первые две недели без света вообще жить без электричества. Увидев все эти условия проживания, я как бы сразу с разворотом на обратную дорогу. Ну, сказали, дорогая стояночка, нужно отрабатывать деньги за дорогу, которая должна была быть бесплатной. Мужчина пытался три раза. Его постоянно догоняли на трассе, ловили и наказывали, естественно. Наказывали этого века. Ну, как, били. В целях воспитания, так сказать, с органами пытались связаться. Ребят, так сказать, у наших работодателей все было схвачено. То есть, приезжала милиция, что-то посидели, поговорили, поздоровались и уехали. Я смог позвонить товарищу, который работает беннобойщиком. Мне так повезло. Он как раз в России был в это время. И он ехал с Краснодара. Мы обговорили дату, время. И вот ночью, в обговоренное время, он подъехал. Я с вещами тихонечко быстро прыгнул в машину.